Ребят, доброе утро. Кривой репортаж из Каневаш. Смотрите, на... Он паутину сплел у меня на руле. Чего? Марика говорит, пауку паутину сплел, но я говорю на руле прямо. А знаешь почему? Потому что мы живем теперь в джунглях на юге. Смотрите, хотела показать обратную сторону дома. Здесь розочки растут. Это все местные жители, они все сами, наверное, сажают. Ухаживают за собственным домом, как за палисадником. Вот как. За территорией собственного дома. Машина стоит. Смотри, в каком колоритном месте. Вот прям. Видишь? Видишь, урожай зреет. Сливы. Маленькие такие сливы. Не знаю, как называется. Южный какой-то вот такой, да? Сорт. Так, мы на пляж. Говорила, да? Марика собирается. Сейчас я вам расскажу несколько интересных фактов. Ребят, характерная особенность в Керчине. Везде лают интернет. Мы купили местную сим-карту. Я уже говорила во влоге вчера. Вот. Вот. И с местной сим-картой вроде как и что-то ничего. Что-то вроде лучше. Вот. Что еще? В магазинах огромные порции. Ну, то есть, если ты берешь... Ну, как порции... Большие форматы булок. Вот если ты берешь булку... Вот мы сейчас накололись на том, что мы вчера брали свежие булочки фруктовые, значит, с творогом и с вишней на утро. Вот кофе попить с утра. Такие здоровые булки, что одну на двоих вполне хватает. Можно не покупать каждому по булочке. Потому что реально большие булки. Вот. Большие порции вкусные в магазинах. Да. Значит, еще один факт. Короче, мы ехали, когда вчера мы ели... Помните, мы ели в дороге черри. Короче, мы поели, сели в машину, поехали. Километр два проехали. Марик говорит, а что у нас... Что у нас на капоте? А на капоте у нас помидорки черри. Только они едут, знаешь, как вот эти вот куклы невесты, которые раньше привязывали на машину. Ну, вот впереди. Ну, спереди, да? И вот это вот мы с черри, короче, летим по трассе. Я представляю, люди, какие положительные эмоции получили, в каком восторге были, когда видели вот это все. Вот. Вот такой интересный факт. Значит, что еще? Мы сейчас... Мы второй день уже в Керчи. Мы сейчас едем на море и покажем вам пляжи. Вот. Едем на городской пляж. Нам еще посоветовали кучу пляжей диких. Это Героевка чуть дальше, куда ходят купаться. Ну, те, кто не приезжие, а, наверное, местные. Вот. Потому что, когда мы проезжали мост, нам этот пляж посоветовал человек, который нас досматривал. Кстати, о досмотре на мосту прошло все очень быстро, очень организованно. Как обычно, смотрели каждую пылинку, каждую соринку. Но если бы мы не трепались с этим парнем, который потом нас, ну, посмотрел, и который мы начали советовать, у него спрашивают, что он местный. Мы, наверное, с ним стояли минут 25. А сам досмотр минут 10 занял. Вытащили сумки, отнесли все, подушки все. Они на месте посмотрели. Подушки одеяло мы везли. Ну, они все равно тщательно досматривали, проверяли вещи, открывали. Мы когда пошли заносить это, они еще машину обходили всю. Да, просвечили машину всю, да. И, в общем, ну, все это быстро. И, знаете, как это... У тебя нет ощущения, что тебя обыскивают, унижение какое-то? Они улыбаются, они все приветливые. Здрасте, здрасте. Ой, а люди какие отзывчивые. Мы познакомились с соседкой уже. Вот, соседка очень приятная женщина. И она говорит, вот дача, говорит, у нас есть на море. Мы в основное время лета, мы проводим не в доме, не в квартире, а на даче. Так захотелось шесть соток на море. Прям вот. Знаешь, я думаю, может быть, во мне огородник проснется на море. Хочу быть вольной царицей. Хочу помидоры сажать на юге. Хочу быть ладычественной морской. Марика ржет надо мной, говорит, глаза заведучие. Говорит, только квартиру купили. Откуда, говорит, средства, чтобы еще и дачу покупать? Не-не, ну, все-таки. Да. Говорит, ты немножко пыл-то охлони. Вот. Сейчас, подождите, я не могу, я слушаю, не могу. А ты не слушай. Ну, что ты нас подслушиваешь? Сейчас покажу, вот вишня, здесь вишня, короче. А вчера женщина там посреди поля, вот напротив дома, что-то ела, стояла. Ну, как ела из куста. Так, я еще что-то хотела вам добавить. Продавцы на кассе вчера. Мы покупали продукты. И одна, и вторая женщина сначала один раз пошли в магазин, потом второй раз пошли в этот же магазин, но к другой кассирше попали. Посоветовала, все, мы покупали сковородку. Она говорит, ой, говорит, а вы крышечку забыли купить. Ну, такая, знаешь, по-человечески. Вчера купили, второй раз когда пошли. Мы ушли с маршрута. Птичка тут не может пока. Вот. Паучок завелся, птичка накакала. Как в Таиланде, да? Живность. Вот, ребята, ну, в общем, вот такие. Давай-ка я делаю только. Давай. В общем, короче, я что вспомню, я еще обязательно расскажу. А сейчас мы едем на пляж, и на пляжи поснимаем. Вот, такие вот влоги будут у нас. Будем выходить в эфир. Влоги Бандерлоги. Влоги Бандерлоги. Будем в эфир выходить как... А, убери, как ты даже видишь, что я делаю. Ой, ты что? А, зеркало маленькое надо. Она не видит через меня. В общем, будем выходить как получится. Я иногда вижу чуть-чуть сквозь людей. Какое-то определенное время не будет, как в Москве, да? Мы ставили на таймер, и у нас с утра запускалось видео. Будет побольше видео. И что интересное вижу, то сниму. Значит, пока выводы... Вижу, то и пою. Да, пока выводы какие. Квартира нам очень понравилась. Квартиру снимем обязательно. Наверное, будем шкаф еще заказывать. Когда... У нас просто сейчас бардак, у нас нет шкафа. У нас вещи лежат прямо на... Ну, как... На полу. Вот, есть, да. На полу на ламинате какие-то вещи прям с топками лежат. На сумках все, потому что, ну, некуда класть. Шкафа нет. Вот. Еще много всяких, значит, забавных вещей. Покажу, что увижу, естественно. Пока... Туда пляж, туда центр. А смотри. И прямо вот из окна города. А, кстати, у нас из окна... Да, ну, там из окна. Если там дальше, у нас прямо из окна видно море. Море прямо. Море где-то может быть, ну, километр вот так вот. Да, так что... Его видно прямо из окна. Вообще ужинали? Я говорю, у меня глюки, что ли? Я поеду не могу. А, ну, пока не лещится. Представляешь, из окна кушала котлетку и видела море. Где такое может быть, чтобы не на отдыхе, а считай, в своей квартире море видеть? Че? А, ну, главный вывод и видео какой, хочу сказать, что здесь продукты... Вот большой магазин Fresh. Вкуснее, больше порции. Более натуральные. Вот мы вчера люля брали готовые. Ой, какой люля. Девчата, говядина, ты чувствуешь, ты ешь мясо. Вот. Цены на мясные продукты, как здесь. Ну-ка, молочка... Вернее, как в Москве. Молочка, как в Москве. Фрукты и овощи дешевле. И фрукты и овощи фермерские. Фрукты и овощи натуральные. Вот такие, знаешь, непарниковые. Вот. Ну, все, подключимся позже. Много эмоций. Спасибо, что вы нас смотрите. Кривой репортаж с вами. Будем рассказывать о недорогом отдыхе в Крыму. Потому что мы, считай, уже без пяти минут местная. Мы хотим понять, как ехать. И, в общем, будем жить по нормальным бытовым правилам, а не по этому, знаешь, фестивалю. О-о-о, курортники. Будем жить как люди. Все, пока.